У нас сегодня вторник, дорогие друзья, и у нас в студии гость, автор проекта Владилели, Владислав Филиппов. Сегодня у нас гостя. Привет, Влад. Приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я предлагаю напомнить нашим гостям, нашим зрителям, господи, гостям, уже заговорились, что же это за проект такой Владилели, почему именно во вторник у нас Влад периодически в гостях, расскажите нам об этом. Ну, проект стартовал уже несколько месяцев назад, во вторник я выкладываю видео, видео-ковера, сыгранные на этом прекрасном инструменте. Прекрасный инструмент, который вызывает у людей, не знающих улыбку. Действительно, вот, играет как настоящий. Ну, да, настоящий взрослый инструмент. Взрослый, то есть это не детская какая-нибудь. Дети тоже могут играть прекрасно, особенно. Ну, это, скажем, средний размер инструмента, называемый концерт. Есть инструмент размером меньше, он называется сопрано, и размером больше называется тенор. Ну, вот я выбрал средний, в общем-то. Называется укулеле, правильно? Да. Укулеле. Влад, то есть каждый вторник в социальной сети ВКонтакте, ты выкладываешь ВКонтакте и в Ютубе? Ну, в Ютубе, в принципе, канал там существует, а ВКонтакте я тоже организовал группу. Как отзывы? Вот как они развиваются? Уже ж не первый кавер вышел. Каким образом вот люди реагируют? Отзывы в целом хорошие. Больше всего отзывов таких о классно сыграющих вот эту песню. Обычно того же исполнителя, которого я, в общем-то, сыграл сейчас. Ты вошел в какую-то вот, я читал, что один из твоих каверов, укулеле каверов, получил какие-то награды? Там уже не один, там просто есть целое движение в сайт такой мировой, кавериум. То есть там люди соревнуются, да? Они не соревнуются, они просто такая площадка для обмена, так сказать, видео своими. И что за... Я выкладываю туда также чуть позже, там не по вторникам, а скажем, там по прошествии нескольких дней. И там, соответственно, тоже люди смотрят... Там именно один инструмент, да? Нет, там абсолютно разные инструменты, абсолютно разные кавера. Кто-то выкладывает свои произведения. И тоже, также есть там просмотры, лайки, комментарии. И тоже вот несколько моих уже даже видео завоевали там почетное право быть на первой странице этого проекта. То есть, ну это как у фотографов, есть там фото дня на больших таких фотосайтов. А какое там количество участников вот этого всего движения? Я даже не знаю, какое, но вот я просто был у вас на эфире и говорил, что я там был первый из Беларуси. Сейчас уже точно есть человек, наверное, пять из Беларуси. То есть, я надеюсь, тот эфир тоже повлиял на какое-то развитие. То есть, дело сдвинулось с мертвой точки, и начались последователи. Значит, дело хорошее. А вообще, вот насколько распространен этот инструмент сейчас у нас? Почему вот в последнее время все чаще и чаще мы видим его? С чем связано, как вы думаете? Да он, в общем, всегда занимал, так скажем, свою нишу. Не скажу, что прямо широко распространенный инструмент, но сейчас просто почему-то пошла какая-то небольшая мода на них такая своеобразная. А на самом деле многие музыканты играли, например, вот битлы те же Пол Маккартни и Джош Харлисон играл. Кстати, Маккартни вчера выложил в своем твиттере фотографию. Он же знатный игрок на укулеле, и выложил фотографию, что скоро выходят «Пираты Калибрского моря», и он там сыграет одну из ролей. На укулеле? Нет. А Маккартни сыграет? Маккартни сыграет одну из ролей, я тоже был удивлен. Интересно, кого? И он выложил фотографию себя уже в гриме, то есть там такой пират-пират. Здорово. Ну что ж, Влад, перед тем, как мы перейдем уже, поговорим о, собственно, о музыкальном произведении, которое сегодня прозвучит, скажи, ты можешь научить играть на укулеле уже на сегодняшний момент, то есть преподать уроки игры на этом инструменте? Да, в принципе, да, там все очень просто. На самом деле там не столько нужно преподавать уроки, сколько подобрать правильный, скажем так, даже контент для обучаемого. 21-55-65, дорогие друзья, Влад Филиппов у нас в гостях, автор проекта «Влади и Лели». Если у вас возникли вопросы к нашему гостю, звоните, может быть, кто-то захочет научиться играть на укулеле. Как-то я помню, в том и Джерри был такой, помнишь, такой ковбой, который за Томом гонялся и играл, как Квэмбл, такое что-то было смешное. У него была укулеле, не помнишь? Нет, я не знаю. Ну, вообще, на самом деле, сложно освоить инструмент? Понятно, что музыканту, который уже играет на гитаре, это, наверное, проще, чем... Ну, я не скажу, что проще. Аккорды другие, строят другой. То есть, ну, даже музыканту придется немножко напрячь мозг и потрудиться. Но это не сложно. Скажите, а как выбор композиции делается? Вот в этот вторник я сделаю вот такой-то материал, представлю. Каким образом? Какие-то даты подводятся, еще что-то? Вот в самом начале у меня, в общем-то, выбирал песни, которые мне нравятся. А сейчас у меня уже есть план на несколько месяцев вперед расписанный такой. Ну, там может что-то меняться. То есть, серьезно к проекту у вас подходит? Но в основном уже там до августа у меня расписаны даты, где что должно выходить, чтобы я заранее готовил, чтобы звучало лучше, качественнее. Много времени уходит на подготовку? В общем-то, нет. Песни все равно я выбираю те, которые я где-то слышал, которые более-менее на слуху, чтобы... Которые нравятся? И сегодня, как раз ко дню рождения Юрия Шевчука, вот такой вот укулеле-кавер прозвучит в эфире. Влад, скажи, почему именно эта песня? Почему именно «Метель» из альбома «Небо августа»? С этой песни, ну, она вошла в альбом «Мир номер ноль» в 99-м году. А, «Мир номер ноль», точно. И я как раз в то время учился в школе, уже там в последних классах. И мы ее очень часто играли на гитарах с ребятами, вплоть до того у нас была своя группа школьная. Мы выступали на линейке с этой песней, уже на выпускном тоже пели ее уже с Сашкой Знахарчуком, моим одноклассником вдвоем. То есть она для тебя такая тоже связанная с такой историей? Она знаковая для меня, потому что, ну, на самом деле, тогда-то альбомы выходили на кассетах. Я помню, я купил эту кассету «Мир номер ноль» в 99-м году. Игорь, помнишь, когда альбомы на кассетах выходили? Ну, я застала уже самый последний, наверное, вариант. Последнюю, последнюю кассету, да? Последнюю кассету, да. А мы на карандашах их помнишь? Нет, у меня перемотка работала прекрасно в магнитофоне, поэтому... А, перемотка вон там. Но я часто наматывал именно на эту песню, потому что там было очень много такого тяжелого материала, драйвового, и тут была такая душа на линейке. Вы все заинтриговали вот по полной программе. Давайте уже будем слушать и петь. Ну что, уже можно? Ну, конечно. Итак, дорогие друзья, укулеле-кавер от Влада Филиппова, проекта «Влади Лере» в день рождения Юрия Юлиановича Шевчака. Песня «Метель». Да, можно подпевать, кстати. Коронова на луной Как начало высока Как победа не со мной Как надежда нелегка За окном стеной метель Жизнь по горло занесло Сорвало финал с петель Да поела все тепло Играй, как можешь, сыграй Закрой глаза и вернись Не позви, но растай Да калие поклонись Мое окно отогрей Пусти по полю весной Не доживи, но созрей И будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной, ты будешь вечно со мной Со мной Ищут землю фонари К небу тянется свеча На снегу следы заи Крылья павшего луча Что же вьюга наливай Выпьем время натощак Я спою, ты в такт правай О затеянных вещах Играй, как можешь, сыграй Закрой глаза и вернись Не пропади, но растай Да колье поклонись Мое окно отогрей Пусти по полю весной Не доживи, но созрей И будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной Осторожно, не спеша С белым ветром на груди Где умерший в лед ладьи Ждет озябшая душа Играй, как можешь, сыграй Закрой глаза и вернись Не пропади, но растай Да колье поклонись Мое окно отогрей Пусти по полю весной Не доживи, но созрей И будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной Со мной Со мной Со мной Со мной Коллеги за кадром аплодируют Я уверена, наши зрители тоже присоединились Потому что просто здорово Юрий Юлианович, это было для вас Для всех поклонников вашего творчества Влад Филиппов, проект Влади Лели Сегодня в день рождения Юрия Шевчука Прозвучала эта замечательная песня И сегодня она выйдет Во сколько? Примерно выйдет на Ютубе и ВКонтакте 10-11 утра Итак, ну что ж, буквально через пару часов Подобрая традиция премьера в утреннем эспрессо Уже это становится доброй традицией Влад, откроешь ли, какая будет следующая песня К следующему вторнику Или это всегда какой-то небольшой сюрприз Ну это сюрприз, да Хорошо, все, тогда, да В творческий процесс не вмешиваемся Ну что, спасибо огромное Спасибо большое За песню, прямо вот на душу так легло Потому что «Метель» действительно очень крутая песня Субтитры создавал DimaTorzok